...смотрит этот канал, как они мне рассказали. Потом, значит, я был в Заполярье на Парнуке, ну я там, чертов прорву был, лет, ну, около 80 раз. И вот мы вскрыли одну штольню, она была взорвана, и мы в эту штольню, когда зашли, нашли трещину, начали её разрабатывать и вскрыли за норыш. А её почему бросили? Им нужно было пьезокварц, то есть бездефектное, а там был фантомы, то есть кристалл в кристаллах. Но мы когда вскрыли штольню, и оказалась комната, ну, примерно размером 10 на 10 метров. На каждом кристалле вот такие снежинки, это же север, это полярный, приполярный Урал, всё усыпано снежинками. И мы когда с фонарями стали светить, у всех челюсти, и дышим, и снежинки начали. таять в этом. И вот это вот красно. И кристаллы со всех сторон смотришь, бах, кристалл зашевелился, упал, оттаял. Я говорю, пошли отсюда, к чёртовой матери. Этих кристаллов прямо вот в штольне на полу валялись, этих фантомов. Сколько хочешь, столько бери. Ящиками можно было набрать. Это было ровно в перестройку, когда было ГКЧП. Это Маньхамба гора называлась. Это где начало берёт Печора. Прямо на самом роднике. Мы там баню сделали на роднике, где Печора начало берёт. И вот на этот Маньхамба 1100 метров поднимались. После бани. Баня-то внизу. Пока на 1100 метров поднимались. Снова баню надо.